Саляму алейкум, ва рахматуллах, ва баракату, с вами опять Умна Алик, и мы с вами продолжаем изучение арабского языка. Прошу вас поддержать это видео и другие видеоканалы для того, чтобы распространить благие знания. Подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить никакие новости канала. Сегодня у нас тема это спряжение глаголов прошедшего времени с местоимениями единственного числа. Хочу вам сказать, что в арабском языке есть единственное число, двойственное и множественное. У всех есть свои особенности. Сейчас мы возьмем с вами спряжение глаголов этой формы только для единственного числа. В русском языке и в других языках часто мы слышим такое слово, как инфинитив или неопределенная форма глагола. В арабском же языке такой формы отдельной не существует, но есть формы глагола, которые будут заменять, по сути, вот этот инфинитив. В арабском языке то, что обычно берут за основу, то есть исходная форма глагола, на самом деле она относится к местоимению гуа. К местоимению гуа. Джалеса, хотя мы можем перевести это как сидеть, на самом деле это он сел. Ко-ро-а, который говорим как читать, на самом деле он читал. И ка-таба, который говорим как писать, на самом деле он написал. Он написал. Мы видим с вами местоимения. Она, я, анте, ты для мужского рода, единственного числа. В принципе, в арабском языке, как правило, анте и анти используются, как заменяя наше ты и вы для единственного числа. Значит, анте для единственного числа мужского рода, ты, анти для женского рода, ты, ну, тоже вы, да, для единственного числа. Гуа это он, уже у нас встречалось, и ге это переводится как она. Итак, мы посмотрим, как же у нас будут спрягаться такие глаголы. Как я вам сказала, что глагол джалеса, он относится на самом деле к гуа. И мы можем его сразу вот сюда вставить. Пора тоже у нас для гуа, да, то есть он прочитал, и то же самое с катаба, он написал. То есть вот исходящая форма глагола, из которой мы будем уже начинать свою работу, да, она вот находится где. Обратите внимание, что глаголы прошедшего времени в арабском языке, как правило, состоят из трех букв. Да, мы видим джалеса, а-ра-э, кэ-тэ-бэ. И еще одна особенность, это то, что все они, эти трехбуквенные глаголы, ну, не всегда они трехбуквенные, бывают и другие моменты, но основа, как правило, вот такая, трехбуквенная. И мы увидим, что все из них, все эти глаголы начинаются на фатху. Да, да, то есть джим с фатхой, ов с фатхой, кэв с фатхой. И также они все вот в этой форме и заканчиваются на фатху. Да, и здесь ся, здесь ся, здесь ся, здесь ся, здесь ся. То есть все они заканчиваются на фатху. Ну, в этих примерах и так получилось, что и в середине они имеют фатху, то есть, по сути, все голосовки у них одинаковые. Но, отметьте себе, что вот эта серединная буква, она может на самом деле иметь разные огласовки в зависимости от глагола. Здесь такие глаголы у вас пришли, которые уже были в уроках предыдущих, поэтому я ничего дополнительного не брала, каких-то еще глаголов других. Но вы видите здесь фатхи, но на самом деле глаголы в серединную вот эту огласовку или огласовку буквы, которая в середине, могут иметь различную. И бамму, и кэсру. Да, но здесь, в этих глаголах она фатха. Итак, как мы строим другие формы глагола? Когда у нас приходит она, мы берем эту форму изначального глагола и что делаем? Джа, лэ, сэ. Мы забираем фатху, ставим сукунь и добавляем окончание ту. Да, добавляем окончание ту. То есть у нас получается здесь что? Джа, лэ, сэ, ту. Вот здесь у нас сукунь вместо фатхи появился и добавляем ту. Если я хочу сказать я села или я сел, я скажу джа, лэ, сэ, ту. Теперь, что мы сделаем? Анта. Анта. И очень легко, если вы запомнили форму анта, то, что она заканчивается на та, вы поймете, что глагол здесь также строится. Мы берем, забираем фатху, ставим сукунь и добавляем опять же та. Получается джа, лэ, сэ. То есть ты сел. Теперь анти. И очень легко здесь мы забираем сукунь. Вернее, мы забираем фатху, ставим сукунь и добавляем, как вы поняли, уже это ти. Вышло джа, лэ, сэ, ти. Джа, лэ, сэ, ти. То есть ты села. Если вы обращаетесь к девочке. То есть мы видим ту, та, ти. Все гласовки задействованы. Тут нету т, да, никакого. А теперь у нас еще подумайте, а что же здесь еще осталось? Осталось у нас вот что. Джа, лэ, сэ. И для того, чтобы сделать ан, ги, е. То есть для того, чтобы сделать форму с е, у нас ничего не изменяется, а только добавляется та с сукуном. Получается джа, лэ, сэ, т.е. она села. По этой же схеме у нас будут и другие глаголы спрягаться. Возьмем глагол караа и что сделаем? Заберем фатху, поставим сукун и добавим ту. Заберем фатху, поставим сукун и добавляем т.е. Забираем фатху, ставим сукун и добавляем т.е. Ничего не забираем, просто добавляем та с сукуном. И еще один глагол возьмем. Глагол катаба, писать. Возьмем основу глагола и заберем. Катаба, да, заберем гласовку, поставим сукун и добавим ту. Катабы ту, то есть я написала или я написал. Анта, забираем фатху, ставим сукун, добавляем та. Забираем фатху, ставим сукун и добавляем ти. Катабы ту, го остается. И последнее у нас катаба, ничего не забираем, добавляем та сукуном. Катабы ту, ги катабы ту, то есть катаба у нас будет спрягаться в прошедшем времени с лицами в единственном числе следующим образом. Ана катабы ту, анта катабы та, анти катабы ти, гуа катаба, ги катабет. Все просто. У вас были и другие глаголы в предыдущих уроках. Например, глагол дахаля. Попробуйте его самостоятельно проспрягать и прислать на проверку. Надеюсь, вам было полезно. И у вас все получится. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва ракетух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова